Здравствуйте! Сегодня, 19 августа, в современной истории две знаменательные даты. Развал Советского Союза и Всемирный День Гуманитарной Помощи. Но, как известно, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Поэтому сегодня в программе «Важный день» будем говорить о Всемирном Дне Гуманитарной Помощи и о самой гуманитарной ситуации на Донбассе. Итак, сегодня важные гости в нашей программе Александр Коваленко, главный специалист Национального Комитета Общества Красного Креста в Украине и Руслан Панчишин, глава Благотворительного Фонда. Господа, добрый вечер! Добрый вечер! Собственно, почему именно этот день стал Всемирным Днем Гуманитарной Помощи? 11 декабря 2008 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила объявить 19 августа Всемирным Днем Гуманитарной Помощи для содействия повышению информированности общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества в этой связи. Почему же именно 19 августа? Именно 19 августа в Багдаде в 2003 году произошел взрыв в гостинице «Канал», в результате которого погибли 22 человека, в том числе специальный представитель генерального секретаря Серджио Виера Демелу. И, собственно, также в эти дни на Донбассе очень сложная гуманитарная обстановка. Собственно, первый вопрос будет, Александр, к вам. Как вы оцениваете ситуацию в Луганской и Донецкой области? С точки зрения гуманитарного кризиса это очень сложная ситуация, потому что мы знаем, что в этих регионах есть большое количество людей, которые находятся в тяжелых условиях без света, без воды, без продуктов, без медикаментов. Это очень сложная ситуация, поэтому, естественно, что сейчас и Красный Крест, и правительство, государство работает над тем, чтобы в этой точке нашей Украины, в этих точках Украины, была оказана гуманитарная помощь нашим жителям Украины. Руслан, ну не только же роль государства в обеспечении гуманитарной помощи имеет место быть на Донбассе Украины? Как все мы с вами знаем и бачим, каждого дня, каждую хвилину до помощи в зоне АТО, в зоне бойовых действий, вложаются простые украинцы. Люди, которые выбирают вещи, люди, которые любыми другими организационными кроками доставляют эти вещи в зону АТО. Это продукты хранения, это вода, это одежда, это вещи, это необходимые для озброения, знову же же, вещи. И украинцы, это большая нация, и показали, доказали, что они будут восстанавливать свою государство, они будут помогать тем, кто наражает свое жизнь на небезопасность и кто восстанавливает нашу ценность Украины. У нас сейчас есть возможность в прямом эфире пообщаться с советником министра внутренних дел Украины Заряном Шкиряком. Он у нас на прямой связи. Зарян, добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Зарян, расскажите о последних событиях в зоне АТО. Я думаю, что последний брифинг речника РНБО Андрія Лисенко дав, в принципе, вичерпную ответственность за вопрос. Это может только подтвердить слова, что продолжаются позиційные протистоянки, продолжается зачистка города Иловайск, где сегодня селент террористической операции и спецбатальоны Министерства внутренних дел, в частности Донбасса, проводят работу по административным подъемам и высоткам, в которых могут переховываться террористы. Те самое, что сейчас касается населенного пункта Ясеновато, продолжаются протистояния в Луганской области, в частности, в Хрещеватин и Новосвитлевской области. И, кроме того, безусловно в Луганске также происходят уличные бои. И, в основном, надеюсь, что наши спецоперации в ближайший час будут эффективными, и наши территории будут в дальнейшем освобождаться от российских террористических банд, что продолжают орудовать на территории некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Зарян, вы сами недавно вернулись из зоны АТО. Какие ваши впечатления от того, что там непосредственно происходит? Я думаю, вы знаете, наибольшее впечатление – это моя далеко не первая поездка, но, на самом деле, я сейчас последние два недели перебывал там, перебывал безусловно практически у всех освобожденных местах Донецкой области, Луганской области, на линии фронта, в передовых подроздьях. И, мабуть, главное – это свидетельство того, что сегодня боевой дух и активность наших бойцов на надзвичайно высоком уровне. Кроме того, нужно отметить, что сегодня Украинские Збройные Сили, Национальная Гвардия, спецподраздели Збройных Сил и Министерство внутренних справ – это уже реальные боевые одницы, которые сегодня абсолютно спокойно и впевненно можно назвать одним из передовых подроздьялов не только в Европе, а, мабуть, в мире. А, несмотря на то, что в наш последний час мы фактически подвищали свою боеводейственность в условиях недокомплектации, в условиях, скажем, далеко не нового оружия. Я думаю, что это заслуживает внимание. И я уверен в том, что и в дальнейшем наши действия будут надзвичайно активными. И сегодня мы бачим уже позитивные результаты и качественную работу спецподразделов, и силы антитерористической операции, которые сегодня зверняют место за местом, и потихоньку, но уверенно, приближают нас до достаточно перемоги. Поэтому хочу отметить, что территория контрольована террористами только за последние месяцы, и уменьшилась в четыре раза. Осталось сделать еще несколько решительных шагов и, наконец, выбить всю Российскую наволочь с территории Украины. Зарян, если говорить о городах, освобожденных от террористов, и непосредственно о людях, которые возвращаются на освобожденные территории, в чем они нуждаются в первую очередь? Ну, вы знаете, гарное вопрос. Я думаю, что сегодня наиболее нужно понять, что люди возвращаются. То, что люди возвращаются и готовы возвращаться в места, звольненые украинскими Збройными силами и Национальной гвардии, это уже большой показатель того, что есть надзвичайная довера людей. И, вы знаете, объехавши все эти места и много общаясь с людьми, нужно отзначити очень важный элемент и очень важный факт того, что происходит. В первую очередь, это то, что даже те люди, которые до недавнего времени, до тех, кто других обстоятельств, зналя или не зналя, поддерживали идеи так называемых террористических банд ДНР и ЛНР, сегодня целиком изменяют свою ментальность. В эти места возвращается Украина. И она возвращается тотально. Она возвращается как родная, как настоящая, как невъедомная часть их жизни. А наибольшие потреби, конечно, сегодня у людей – это восстановление инфраструктуры, восстановление тех предприятий, которые были уничтожены террористами. Адже для кого не секрет, что за наказом Путіна террористы и сейчас продолжают цели спрямованно знищивать объекты життєдіяльности, мест и населених пунктов. И сегодня, самое важное, это звичайный социальный захист и восстановление зруйнованных объектов. И уряд, я думаю, что отработает цельную комплексную программу для того, чтобы на короткий термин эти вопросы были выражены. Конечно, лично я вважаю, что в том числе и олігархи, которые достаточно уверенно и активно называли себя патриотами Донбасса и опирались своими остатками на этот район, я уверен, что они должны пожертвовать свои капитали для восстановления инфраструктуры и для восстановления нормальной життєдіяльности у всего района. Зарян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, был с нами на прямой телефонной связи. Зарян, спасибо вам за последнюю информацию. В Луганскую область на днях прибыла гуманитарная помощь от украинского правительства. Это грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости. Естественно, продукты питания, овощи, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, консервы, мед, чай. Также привезли воду, медикаменты, средства гигиены, а также другие продукты и товары, в которых нуждаются жители Востока Украины. Александр, вот по какому принципу собирается вообще гуманитарная помощь? Как изучается потребность людей в том, что им нужно в первую очередь? Как правило, на местах, в частности в Луганске, в Донецке, есть представители как Международного комитета Красного Креста, так и Национального общества, Товариство Червоного Креста Украины. И благодаря взаимодействию с этими людьми мы получаем информацию о необходимости тех или иных направлений сбора. Или это продукты питания, или это одежда, или моющие средства. Кроме того, есть еще и работает социальная служба, государственная. Поэтому таким образом проводится анализ и делается, скажем так, заказ. Заказ. Простой пример. Буквально в субботу, суббота на воскресенье, целый большой грузовик-многотонник был направлен из Сум в Мариуполь. Для жителей Мариуполя и для перемещенных граждан. Это была совместная акция Общества Красного Креста, областной организации Сум и Сумской областной администрации. То есть, есть потребность в продуктах питания, направляются продукты питания. Необходимы медикаменты, а сейчас, естественно, и продукты питания, и медикаменты, и моющие средства. А в некоторых случаях нужна и одежда, потому что люди выходят из зоны боевых действий иногда только лишь с документами. Поэтому, в общем-то, это то, что самое необходимое. Продукты, медикаменты, средства гигиены и одежда. Руслан, вы как руководитель благотворительного фонда, как производите сбор необходимого? Какой призыв, то есть какая обратная связь от людей? Что нужно в первую очередь? Это, соответственно, по Украине, в тех, что и других областях, действуют координационные центры. В координационные центры поступает информация, что нужна такая количество засобов гигиени, нужна такая количество одежды, нужна такая количество води. И, соответственно, до этого процесса, как и государство, но в большую очередь, до этого простые украинцы, которые заявляют и акцентуют на то, что мы можем допомогать простыми речами, одежда, засобами гигиени, но очень просят люди, чтобы допомогать им с доставкой. И поэтому мой благодейный фонд створил такую мережу, мы направили декольку микроавтобусов, которые ездят по населених пунктах, попередньо поведомляючи, что будет такой транспорт. Люди выходят, и кто что может, кто каким чином хочет долучиться до допомоги армії, нашим хлопцям, которые борются за независимость, я могу сказать, в другую, нашу державу, потому что мы получили независимость без крови, а сейчас нам нужно ее отстоять. И поэтому все украинцы, сведомые украинцы это понимают и долучаются очень активно до этой допомоги. Важливо, еще раз повторюсь, тут налаговать коммуникацию и логистику. И эти речи очень важными, что простые люди делают большой внесок в борьбе с окупантами. Но вопрос с логистикой понятен. А вот непонятен вопрос, точнее открытый вопрос, как непосредственно доставить все необходимое, непосредственно в ту зону, где проходят боевые, активные боевые действия? Конечно, тут каждый раз, когда отправляется груст, есть небезпека. И вы слышали, и в засобах массовой информации, и в ваших, было сказано, что направился тот или иначе груст, направились засоби захисту, засоби гигиени, были атакованы теми или иншими группами террористов, или сепаратистов, или, снова же, найманцев. И тут, конечно, всегда есть риск. Есть всегда риск, потому что это и зона боевых действий. Но люди на это идут, помогают и доложаются активно до этой деятельности. Александр, после того, как собрана помощь, каким образом она распределяется среди тех, кому она действительно необходима? Естественно, что есть волонтеры. В Красном Кресте есть волонтеры. Сейчас в Луганской, Донецкой области, в городах этих областей созданы отряды первой помощи Красного Креста. В тех местах, где раздается гуманитарная помощь, скажем, в частности, есть у нас созданы три пункта по перемещенным. Это Сватово, это Волновахо и Красноармейск. В этих пунктах стоят подразделения Державной службы с надзвичайной ситуацией. Мы с ними активно взаимодействуем. Привозится гуманитарная помощь. На местах, скажем, возьмем Сватово, есть пункт Красного Креста. Наши волонтеры, сотрудники Красного Креста, выдают эту благотворительную помощь вместе с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. То есть она выдается на руки, либо непосредственно тому, кому... Выдаются непосредственно тем людям, которых вывозят из зоны боевых действий. Это пункты пропуска, где пункты пропуска по перемещенным. Люди приезжают, допустим, с Луганска, приезжают в Сватово, им дают воду, дают продукты питания, дают одежду, оказывают медицинскую помощь и направляются по месту расположения, ну, вот эти места, которые государство обеспечивает. А как Красный Крест работает непосредственно в зоне, где проходят активные боевые действия? Ну, я хочу вам сказать, что в той зоне, где проходят активные боевые действия, работу мы провести не можем. И наши представители в Луганске, представители Красного Креста и представители национального общества, представители Международного комитета выехали из Луганска, из Донецка. Это связано с тем, что условия, в которых они находились, представляли для них опасность. Соответственно, на этой территории представители Красного Креста не работают. Как только будет достигнута договоренность о том, что будет допуск для представителей Международного комитета, работа будет проводиться. До тех пор, пока договоренности такого нет, войти на эту территорию мы, к сожалению, не можем. Из-за этого страдает очень много людей, которые, в общем-то, остаются там без помощи. У нас на прямой телефонной связи наш корреспондент Андрей Луценко. Он сейчас находится в Освобожденном Славянске, в Донецкой области. Андрей, приветствую тебя. Расскажи о своих впечатлениях от Освобожденного города. Какая ситуация в целом? Добрый вечер, Виталий. Я прошу прощения у наших зрителей. Как видим, связь мобильная еще не очень надежная в Освобожденном городе. Мы обязательно еще раз попытаемся связаться с Андреем. Руслан, как проходит непосредственно сбор вещей? То есть мы узнали логистика и как передаются далее. Как проходит сбор вещей? То есть вы даете какое-то объявление, либо же каким-то образом сообщаете о том, что необходимо собрать какую-то сумму, какие-то вещи. Как это у вас происходит? Бывается наступным чином. Мы практикуем, залучаемо до цих процессов районні газети. Благодийный фонд, соответственно, складает график, каким чином будет рухаться маршрут автомобиля. Люди, знову же, вы понимаете, что в районных административных одиницах в села люди найбільше читают районную прессу. Мы складаем график, соответственно, вказуем день и на какую годину, в каком месте будет находиться наш гуманитарный, так званый, микроавтобус, который ездит по территории. И люди туда приходят. Кто, еще раз повторюсь, кто что может, то и приносит. Продукты харчувания, одяг. Как правило, больше всего приносит продукты харчувания. И засоби гигиени, которые также сейчас очень необходимы, и хлопцам, и тем людям, которые переселяются в зоны боевых действий, где уже есть территории, которые освободены. Вот таким образом происходит. Мы накопичуем, сортуется и загружается в более габаритный транспорт. Погоджуется график и место пересывания, в какую точку направляется этот груз. И отправляется, соответственно, в зону, или освободенную, или даже в зону боевых действий. Если приносят, вот просто вопрос для интереса, если приносят что-то ненужное, ну, что не может пригодиться, вот, для людей, либо в освободенных городах, либо в зону АТО, то есть эта вещь обратно отсылается тому человеку, кто ее прислал? Она не отсылается, есть обычный диалог, потому что, когда идет сбор, даже наши два волонтера есть разом с этим транспортом. Мы поясняем, потому что, очень благодаря, но эта вещь может испортиться, потому что не доедет. Эта вещь может разбиться или пошкодиться. И поэтому людям поясняется. Люди ж от широго сердца это делают, но на самом деле не все берется, потому что может знищиваться, и они его не отримают. Ни эта человек, ни эта семья, не все, кому это нужно. Очень хорошо, что в Украине есть очень ответственные люди, которые не безразличны к помощи и к людям на освободенных территориях, и непосредственно к военным. Ну, теперь хотел бы поднять тему международной гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал европейские страны оказать Украине гуманитарную помощь. Соответствующее письмо он направил министрам иностранных дел стран-членов Совета Европы. Естественно, не могу не затронуть тему вот такой вот принудительной, что ли, помощи нашего северного агрессора от России, так называемый гуманитарный конвой. Руслан, что вы можете сказать по этому поводу? Вот как-то вот странно выглядит ситуация, когда страна-агрессор, которая помогает террористам на востоке Украины, принудительно говорит, возьмите нашу помощь. Ну, это, как вы сказали, что больше всего это странно. Ну, это их технический, тактичный хит. Они хотят отволюти всю увагу от тех подій, которые происходят, они перекидывают, все прекрасно знаете, чомусь колона разделилась. Мы не мали, никто не бачил, что было в этих напевпустых, еще певпустых грозовых багатотонниках. Есть соответствующая информация, что те автомобили, которые очень мало заполнены, там были БТР, которые в свой час поезжали из этих машин и через поля наблизились и пошли на территорию Луганской области. Руслан, хочу прервать, прошу прощения. У нас снова на связи наш корреспондент Андрей Луценко из Славянска. Андрей, ты с нами на связи? Да, да, Виталий, я снова приветствую вас. К сожалению, это одна из главных погрешностей нынешнего района. Очень плохая телефонная связь, очень плохой интернет. Люди, в том числе, страдают из-за этого. Я остановился в прошлый раз на том, что достаточно большие, значительные разрушения домов. Нам удалось пообщаться с днатором Донецкой области Сергеем Тарутой. Он заявил, что только в Славянске разрушено около 250-260 домов. Ну и, конечно, нам удалось пообщаться с местными жителями, которые, по сути, лишились жилья. Они рассказали, что власти уже обещают восстановить и предоставить, собственно, новое жилье в течение года. Что же касается Семеновки, в которой мы также сегодня побывали, то там разрушения гораздо больше, и они гораздо серьезнее. Очень много семей, в принципе, лишилось жилья из-за прямого попадания артиллерийских снарядов. И сейчас часть из них переехала в соседние области. Часть из них осталась. Семеновки живут у родственников, друзей, у кого только, получается, и ждут возможности или восстановить свое жилье, или построить его заново. Что же касается транспорта, то он, в принципе, восстановил полностью свое движение. Точно так же возобновлено водо- и электроснабжение. Однако в обоих населенных пунктах, как я уже говорил, большие проблемы. Это время от времени проблемы со связью, в чем мы уже могли убедиться. Что же касается продуктов, то они постоянно подводятся, однако есть острый дефицит мясных, колбасных изделий, это что касается Семеновки, а также кондитерских изделий и предметов личной гигиены. Андрей, если ты общался с обычными жителями, которые постепенно возвращаются и в Славянск, и в Семеновку, вот что в первую очередь им необходимо, чтобы мы сейчас могли озвучить это, возможно, жители Украины могут присоединиться к этому общему процессу помощи? Я понимаю, они в первую очередь называли, я имел возможность общаться в том числе с большими семьями, и матери сразу же нескольких детей говорили, что испытывают острую необходимость в медикаментах, в предметах личной гигиены, тех же памперсов для детей не хватает, их не подвозят в Славянск и Семеновку. То есть это предметы личной гигиены, это медикаменты, и, опять-таки, банальные продукты питания, длительного даже хранения, которых иногда не хватает, потому что они подвозятся раз в несколько дней, практически сразу же разбираются людьми, очень многих людей не хватает. Ну и кроме того, это, конечно, уже, скажем так, предметы вторичной необходимости, но, тем не менее, скоро начинается учебный сезон, местные власти объявили, что он все-таки с 1 сентября начнется, и канцелярские изделия, и другие предметы, необходимые для того, чтобы дети полноценно получали образование, также пока что подвозятся в очень ограниченном количестве, а иногда о них даже не задумываются, поэтому, пожалуй, вот эти вот основные предметы, личной гигиены и необходимые для обучения, ну и, конечно же, восстановления домов, я бы назвал в первую очередь, они акцентировали внимание на этом. Андрей, что с инфраструктурой? Работают ли магазины, почта? Я могу сказать, что почта работает, а почта работает, но что касается инфраструктуры, очень серьезно пострадала. Есть конкурсуарики, остались, конечно же, работающие школы, больницы, детские сады, Увы, опять пропала связь. Ну, в целом, ситуация понятна. Я благодарю Андрея, если он еще все-таки слышит. С нами на связи был Андрей Луценко, корреспондент непосредственно из Славянска, Донецкой области, из освобожденного от террористов города. И возвращаясь к вопросу принудительного гуманитарного конвоя из России. Александр, известно вообще состав этого конвоя? Что там есть? Вот к этой минуте. Я могу сказать только то, что я прочитал в средствах массовой информации. Мы не получали еще официального документа о содержании гуманитарного груза, о котором идет речь. Поэтому я не могу озвучивать, потому что есть разные информации. Я не могу это озвучить. Вот сегодня появилась такая информация, что в Москву прибыл представитель красного кристалла Ранкорба для переговоров относительно способа предоставления гуманитарной помощи жителям Востока Украины. И сейчас российский так называемый гуманитарный конвой, как и прежде, ожидает проверку недалеко от границы Украины. Ожидается, что он подойдет к пункту пропуска из Варина, который контролируется боевиками. Россия заявила 18 августа о достижении договоренности с Украиной и Красным Крестом по условиям доставки груза. О чем идет речь? Речь идет о том, что необходимо груз доставлять. И для того, чтобы доставлять, необходимо соблюдать все требования и алгоритм доставки груза. О том, что достигнута договоренность, я еще раз повторю, что я знаю только со средств массовой информации. Хорошо. Какой алгоритм, Александр? Алгоритм следующий. Значит, гуманитарный груз, прежде чем он переходит границу, он должен пройти растаможку, досмотр. Необходимо знать, что там, что за продукты, что за товар, что за груз. Документы на этот груз. Если это продукты питания, подтверждающие их качество. То есть после проверки этого груза, объема документации на этот груз, он перевозится через границу. Но вопрос перевоза груза, это мандат Международного комитета Красного Креста. В этих условиях, в условиях военных действий. Поэтому при принятии решения Международным комитетом Красного Креста о том, что груз, который будет комитетом получен, он будет доставляться только под эгиды Красного Креста. Национальное общество будет принимать участие только в том случае, если будет обращение на Международный комитет к Национальному обществу о содействии. Потому что мандат на этот груз будет иметь только Международный комитет. Украина неоднократно заявляла, что эти грузовики территорию Украины не пересекут. То есть этот груз будет перекладываться на автомобили либо Красного Креста, либо каких-то волонтеров, либо каких-то других организаций. Насколько такая практика расширена в мире вообще? Она существует? Я вам могу сказать, что буквально в связи с этими событиями, которые происходят в Украине, наши партнеры, Красный Крест Германии, направил нам гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь была доставлена на автомобилях немецкого Красного Креста. После растаможки груз был перегружен на автомобили Национального общества, а автомобили, которые привезли груз, были отправлены обратно в Германию. То есть такая практика. Как будет в этом случае? Какие будут договоренности? Я не могу сказать. Вот опять-таки, возвращаясь к вопросу содержания этого гуманитарного конвоя российского, сегодня издание «Апостров» со ссылкой на источники в спецслужбах отметило, значительная часть гуманитарного груза, отправленного Россией на территорию Украины, составляет обычная вода и соль. В частности, грузовики везут около 700 тонн воды, загрушенной в районе подмосковного полигона Алабина, где проходит подготовку 2-я гвардейская атаманская дивизия вооруженных сил Российской Федерации. Руслан, у нас нет воды и соли? Это еще раз подтвердю, эта информация, что цей груз, цей конвой, виключно для отвлекающего маневру. Я впевнен и переконен, чомусь, что ци машины никогда не заедут на территорию Украины, потому что, не потому что, они есть, первое, гуманитарная допомога от оккупантов, которая нам не нужна, потому что нема, что передавать. Ни Украине, ни Червоному Христу, еще и другим, будь-яким, грамадским, или загальнонациональным организациям. О каком маневре тогда идет речь? Маневр, в следующем случае, возникает, была полностью уважена засобием массовой информации, спецслужб, потому что все ожидали этого конвоя, все смотрели, и засобием массовой информации выяснили, вот идет гуманитарная допомога, там, майже 300 машин, покрасеный в билый колор. Это тактичный хит. Понимаете, который нас принимает на то, чтобы в этот момент, когда эти колороны шли, было перекинута великая кількість бронетехники, оружия и живой силы на территории Луганской области, которая, мы понимаем, и кордон, и частковыми местами, которая контролируется еще и сепаратистами, и найманцами из тех, еще и других регионов Российской Федерации. Александр, если действительно подтвердится, что в этих грузовиках вода и соль, Красный Крест будет принимать эту гуманитарную так называемую помощь? Дело в том, что, еще раз хочу повторить, что решение принимает Международный комитет Красного Креста. Только он имеет на это мандат. Поэтому я не могу комментировать, это не моя, так сказать, компетенция. А мы можем отказаться вообще в целом от этой принудительной гуманитарной помощи? Мы не просили Россию об этом? Мы не можем рассматривать вопрос отказа, то есть, когда нам предлагают, я имею в виду Красный Крест, мы его принимаем. Но сейчас вопрос идет о решении принимает государство, потому что это гуманитарный груз России в Украину. И только лишь Украина может принять решение о том, переходить границу этому грузу или нет. Наша компетенция будет только после того, как будет принято решение и к нам будет обращение об оказании содействия. Поэтому тут мы скажем так, наши возможности здесь ограничены. Все решает на уровне государства. Вы можете назвать примеры из истории, когда страна агрессор подобно как Россия сейчас для Украины предлагает гуманитарную помощь? Нет, не могу. То есть это уникальный в истории случай, когда по сути агрессор в принудительном порядке предлагает принять ну как по последним данным известно воду и соль. Таких случаев в истории не было, верно? Я не знаю таких случаев. Руслан, вот как вы считаете, мы можем отказаться вот Украина в целом от этой принудительной помощи? Конечно, что может. Я думаю, что от этой так званою, потому что это не допомога, так званою допомогу, будет принято решение отмогиться. Потому что нема, что брать. А я впевнен, что из стороны окупанта, агрессора никто не будет настоювать. Потому что если начнется процедура огляду так званого гуманитарного груза, это виявится банальными, простыми, на половину пустые автомобили, а то и на четверть только заполнены. Что это будет вода, так званая сель. И если люди делают допомогу, они делают открыто, прозоро, не ховаются, не красят автомобили один кольер. Это моё власное переконание, что это тактичный бойовый хит Росии. Мы сейчас говорим о помощи жителям Донбасса, Луганской и Донецкой области. А что говорить тогда о помощи людям, вынужденным переселенцам, которые вынужденно покидают территорию Донецкой и Луганской области? В чем они сейчас нуждаются? Что нужно им? Мой благодейный фонд и працюет в этом направлении. Мы много семей приняли, даже себе приняли много семей. Ясно, есть различная информация, потому что как на Сходе, так и на Заходе есть нормальные люди, есть люди, которые живут добро или другими вещами. Люди просят одного притулку, чтобы у них было над головой дах, и очень хотят и ждут времени, когда оккупованные территории будут освободены, и они хотят вернуться в свои домики. Дуже сильно рассчитывают на государство, что будет восстановлено то, что знищено, что будет в ближайшее время будет выкинута из Украины в виде сепаратистов, бойовиков, найманцев. И люди хотят очень сильно вернуться. И на течение территории, которые уже освободены, Славянск и другие, люди поступово повернутся. Руслан, зацеплюсь за одно слово. Вы сказали, что злоупотребляют этой помощи? Что вы имеете в виду? Мы это знаем, и засоба массовой информации это есть, что много людей, которые приехали из территории окупованных, можно сказать, не были чистыми на руку. У них было требования, почему мне не дали лучшие условия, почему нас не поселили где-то в Трусковце или еще где-то. Еще раз повторюсь, как на Сходе, Заходе, в будь-якой громаде есть люди с нормальным настроем, с нормальным пониманием ситуации, а есть люди неглые, люди, которые зловоживаются. Красный крест, каким образом помогает вот этим вынужденным переселенцам? Какие у них сейчас потребности? На сегодняшний день порядка 40 тысяч вынужденных переселенцев получили поддержку и помощь от Красного Креста. Эта сумма где-то примерно около 4 миллиона. В каждой области, где расположены вынужденные переселенцы, общество Красного Креста активно работает в оказании помощи этим людям. Мы ежедневно получаем информацию. Наши областные организации проводят постоянный мониторинг вновь прибывших граждан. Количество их увеличивается и мы с ними работаем. В чем они нуждаются? В том, что эти люди, которые находятся в зоне боевых действий. То есть продукты питания, гигиенические средства, одежда и так далее. То есть, в общем-то, мы с этой категорией людей работаем достаточно плотно. Я могу сказать только по Киеву за весь период более чем 900 тысяч на сумму более 900 тысяч получено помощи. Кто может претендовать на эту помощь? Каждый человек, который зарегистрировался в качестве беженца. У нас есть регистрационный центр сейчас на железнодорожном вокзале, где дежурит, кстати говоря, и представитель Красного Креста, и представители социальной службы, министерства социальной политики. Люди обращаются туда, регистрируются, получают регистрационный документ и расселяются. Я не знаю, насколько сейчас возможно уже в Киеве расселить, потому что сейчас очень много людей, возможности ограничены. Сейчас люди направляются в другие регионы. Но это в Киеве, а в других городах вот куда нужно обратиться человеку, вынужденному переселенцу, чтобы получить помощь от Красного Креста? И что именно? Для того, чтобы получить помощь от Красного Креста, необходимо обратиться в региональную организацию Красного Креста. Может, есть какая-то горячая линия общая, куда человек может позвонить и сказать, что я нуждаюсь? Я хочу сказать, что в каждом городе есть штаб по приему и по регистрации временно пересеченных граждан. В этом штабе можно узнать телефон региональной организации Красного Креста. Я хочу сказать, что в каждом районе есть организация, поэтому это очень удобно. Человек находится или в областном центре, или в райцентре, там тоже есть район организации, поэтому можно обращаться и по возможности получать помощь. Но я хочу сказать, что сейчас возможности уменьшились наши. И те запасы неприкосновенные, которые были традиционно в Красном Кресте, а у нас в Красном Кресте есть склады, и в некоторых областях есть дополнительные склады, которые нам выделяет государственная служба по чрезвычайным ситуациям, потому что мы всегда запасались НЗ на всякий случай. Так вот, этот всякий случай пришел. Сейчас эти склады, в общем-то, они уже почти пусты, поэтому людей очень много нуждающихся. Получается, что то, что мы собираем, мы людям выдаем. Что в первую очередь необходимо? В первую очередь продукты питания и гигиенические средства. Ну, медикаменты, скажем так, меньше, потому что работает лечебное учреждение, работают аптеки, люди имеют какие-то деньги уже, возможно. Это не та ситуация, которая имеет место, допустим, в том же Краматорске, в Славянске, в Северодонецке. Там немножко ситуация другая. Ну, скажем так, в Украине немножко легче на той территории, где люди переехали. Александр, давайте расскажем вот тем людям, которые хотят помочь. Вот вы говорите, что нужны продукты питания. Что именно нужно? Продукты питания необходимо... Это консервы, хлеб, вода. Да, продукты, которые длительного хранения. Продукты должны быть качественными, должен быть хороший срок годности. Эти продукты можно принести или в общество Красного Креста, ну, скорее всего, потому что люди обращаются именно к нам. Или в региональное представительство социальной службы. Ну, как правило, всю благотворительную помощь направляют или в Красный Крест, или в благотворительные организации, или в волонтерские организации, как мой коллега, партнер, они тоже оказывают людям помощь. То есть, сейчас очень много информации в регистрационных центрах, там есть, скажем так, и адреса телефона Красного Креста, и адреса благотворительных волонтерских организаций. Поэтому люди обращаются, им предоставляют телефоны, адреса, и по мере возможности. Я вам скажу, что каждый день к нам обращаются, люди звонят, приходят, они обращаются в национальный комитет, мы их направляем, даем телефон городской организации, городская организация направляет их в тот район, в котором они зарегистрированы. То есть, таким образом, происходит оказание помощи и поддержки гражданам переселенным, перемещенным. Руслан, а чем именно больше люди помогают, приносят деньги, либо вещи, вот, еду, консервы, что вот, если вот брать градацию, что превалирует? Превалируют продукты харчування, ці овочи довго зберегания, які люди вирощуют самі, які мають змогу десь взяти в родичів, консервы менше, закрутки привозят, привозят закрутки, також мы их беремо аккуратно, коробки складываются, чтобы потом передавать. Одяг переносить, також мы зараз же будем акцентувати увагу, тому же и разумеем, и всі мы разумеем, что все боевые действия, которые происходят на оккупованной территории, затянутся до осени, а, возможно, и глубокой осени, тому, как переселенцям, как беженцям, так и нашим хлопцям потребен теплый одяг. Вот, хотел еще тоже поднять один вопрос, есть наши военные люди, да, у них есть семьи, кто-то погиб, кто-то очень тяжело ранен, кто-то требует очень дорогостоящего лечения. Вот, как ваш фонд помогает вот тем семьям, которые либо по трагическому случаю потеряли кормильца, либо же тот же самый военнослужащий был тяжело ранен? На сегодняшний день мы десколько месяц назад начали собирать информацию по тих семьях, в кого загинули годовальники в зоне АТО, в зоне бойових дій. И мы собирали информацию по 40-годней дитине, порадилися и приняли решение, что этим диткам напевсиротам, дитям героев, которые загинули за Украину, нужно дать отдых диткам, которые хотят поездить на море. Мы собрали эту информацию по всей Украине, организовали логистику, и на сегодняшний день дети героев Украины, дети напевсироти отдыхают на Чорном море, в Херсоне, принял их Андрей Путилов, громадский народный депутат на базе в Лазурном. Дети будут отдыхать 15 дней и после отдыха они будут доставлены домой, там есть наши волонтеры, наши координаторы, которые занимаются этими детьми. И мы снова же приняли решение, чтобы это не было так разово, от война прошла, боевые действия пришли, что мы забудем про это деть. Нет, мы приняли решение, что мы будем ними упаковать постоянно и каждый год они будут ездить на море отпочевать. Александр, очень коротко, Красный Крест предоставляет вот такую помощь полусиротам, где военнослужащие погибли. Люди могут обращаться к вам? Ну, я хочу сказать, что у нас тоже есть такой опыт, буквально две недели назад группа детей в количестве 40 человек из категории тех наших граждан, которые пострадали во время боевых действий были направлены в Словакию. Дети тоже отдыхали две недели, то есть, в общем-то, мы тоже в этом направлении работаем, поэтому, какой еще раз вопрос? Помогаете ли вы полусиротам, опять-таки, тем людям, которые потеряли кормильца в семье? Да, ну, вот как раз тот пример, который я вам сказал. Так, люди обращаются к нам, мы, естественно, что в такой категории помогаем. Что ж, силы антитеррористической операции продолжают освобождать города Донбасса от террористов? Что сегодня происходило на востоке Украины, расскажут мои коллеги службы информации в 22 часа. Ну, на этом все. Благодарю гостей за участие в программе. Увидимся уже завтра в 21 час здесь, на телеканале БТБ, в программе «Важный день». Хорошего и спокойного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова